Всем доброе утро! У нас сегодня по расписанию урок для пилата, если начинающих, это вторая часть. Кому интересно, и я очень советую, на самом деле, найти на наших просторах и на канале YouTube нашу первую часть, потому что мы там очень подробно разбирали основные моменты именно по методике, не по выполнению занятий, не по выполнению упражнения конкретного, а по... Ой, чуть-чуть у нас что-то с микрофоном? Убрать, да? Вот так? Все, отлично. Мы разбирали больше методические аспекты. Я сейчас быстренько напомню, но надеюсь, что вы посмотрите первую часть, чтобы освежить память. Итак, мы на занятиях пилата сконцентрируемся на дыхании. Дыхание должно быть ровное и без задержек. Второй момент. Мы вообще уходим вглубь себя и очень-очень слушаем себя. То есть слушаем, как реагирует наше тело на то или иное упражнение, на ту или иную нагрузку. Мы никаких айфордов олимпийских не ставим. Почему? Потому что пилатес – это для здоровья и ради здоровья. Это не для покоения каких-то спортивных вершин и не для самоутверждения, да? Также мы следим за рычагами. Рычаги – это наши руки, это наши ноги. Они должны быть длинные. И мы вытягиваем. То есть мы не просто создали рычаг. Мы на протяжении всего упражнения вытягиваем за пальцы рук и за пальцы ног, чтобы все мышцы, они работали в комплексе и все были в тонусе, чтобы были все вовлечены в работу. И еще один момент, тоже очень важный – это центрация. Не концентрация на себе, а именно центрация. Что такое центр? Центр – это даже не наши мышцы пресса, это поперечная мышца живота. И мы заставляем ее работать каким образом? Не просто напрягая пресс, как поймаю мышцу живота, да? А втягивая пупок к позвоночнику. То есть мы как будто втянули и привязали его к позвоночнику. И весь нижний пресс застегнули на молнию. Поначалу вы должны на этом постоянно концентрироваться, а потом уже это входит в привычку и даже в обычной жизни. Основное мы с вами повторили, а сейчас идем дальше по самым простым упражнениям в системе пилат. Мы будем много говорить, у нас нет цели нагрузиться. На этом занятии грузиться мы будем 12 часов. У нас есть цель разобрать упражнение, как оно выполняется правильно, на какие мышцы мы должны обращать внимание и что мы должны слушать, слышать и чувствовать во время выполнения упражнения. Итак, настраиваемся на занятия. Стопы точно под тазом, это базовое положение. Стопы точно под тазом, абсолютно параллельно. Мы не эксуем и пятки, не эксалапим носки. И вот сейчас, как корни дерева, да, мы должны с тобой плотно-плотно прижаться в полу. Что мы делаем дальше? Мы подтягиваем коленные чашечки наверх, напрягаем мышцы переднего бедра, застегиваем нижний пресс на молнию. И вот сейчас центруемся за пупок, тягиваем живот к позвоночнику. Там его оставляем. И мы делаем вдох, и на выдох опускаем копчик вниз к пяткам. Вы стоите так же, я вам просто покажу. Вниз к пяткам, это направили копчик к пяткам, и у вас еще больше почувствуется напряжение внизу живота и по всей поперечной мышце. А вот поясничный прогиб наш вот этот красивый, мы убрали и спорятали. Это очень важно и очень нужно. Итак, опустили копчик вниз в пол, живот тянут. Мы делаем вдох, опускаем подбородок на грудь. И вот сейчас за макушку мы вытягиваем себя вверх в потолок. И мысленно обязательно это все визуализируем. Мы делаем вдох. Лопатки свели к позвоночнику и направили вниз в пол. Вот именно в этом положении мы собрали все мышцы. У нас все сейчас тело вовлечено в работу, и мы настраиваем дыхание. Дыхание повторюсь ровное, без задержек. Вдох. 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 Выдох. Вдох. Еще вдох. Вдох. Дыхание все такое же. Находим только плечи и круг. Вдох. Вдох. Лопатки свели вниз, выдох. Вдох. 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 Еще два. Это движение очень полезно для воротниковой зоны. Шея на воротниковой снимает напряжение. Руками вверх в потолок. Вдох. И надули грудной отдел. Выдох. Что значит надули? Вдох. Это лопатки широко, да? И как капюшончик грудной отдел. Круглый, максимально назад. А таз вперед. Вдох. Обнимаемся широко. Ладони в потолок. Лопатки свели. Вдох. И выдох. Еще раз. Вдох. Сами два. Вдох сильно. На плечо не уводим. У нас цель свести лопатки, да? А не растянуть сейчас грудную. Вдох. В первый круглый наклон. Вдох. Можно колени подсогнуть. Выдох. И на подъеме копчик вниз к пяткам. И открылись. Выдох. Такой еще раз. Вдох. Выдох. Также. Вдох. Сами последний раз. Мышцы пресса не расслабляем. Выдох. И поднимаемся. Вдох. И выдох. Готовим носики. Шумный вдох. И через рот выдох. Еще один. Вдох. И через рот выдох. Молодцы. Мы делаем вдох. Настраиваемся на разминку. Встаем лицом к дорожке. Стопы точно так же под тазом. Живот тянули. Копчик опустили. Готовы. Руки в потолок. Вдох. Плечи и лопатки вниз. Выдох. И круглый наклон. Вдох. Колени можно подсогнуть. Это мы с вами уже учили. Четыре шага вниз. Здесь. С колена. Шим. Не обязательно опускаться низко. Мне важно, чтобы у вас поясница была ровная. Колени мягкие. Копчик в потолок. И шагаем четыре шага. Мы сделаем еще два раза. Круглой спиной вдох. И в прошлый раз мы это учили. Подробно останавливаться особо не будем. Меня больше в этой дорожке интересует шим. Четыре. Вдох. И выдох. Жим. Еще раз. Живот тянули. Можно глубоко не опускаться. Выдох. Избегайте прогибов поясницы, когда делаете жим. Шагаем обратно. Если растянутая задняя поверхность бедра позволяет, вы можете колени не сгибать. Да. И когда копчиком уходите в потолок, дополнительно пятки тянуть в пол, чтобы было растяжение задней поверхности бедра и икроножной мышцы. Живот тянули. Копчик в потолок. Вдох. И выдох. Шагаем обратно. Вдох. И выдох. Круглой спиной вверх. Вдох. И у нас будет наклон. Очень важное движение. Мы часто его используем. Колени смотрят четко вперед. Живот тянули. Вдох. Выдох. Также. Вдох. Лопатки свели. К позвоночнику спина в напряжении. Смотрите, у нас ровная спина. Мы копчиком тянемся на стул, который не видим. Какая у нас цель? Мы когда делаем наклон, мы растягиваем заднюю поверхность бедра. Когда мы поднимаемся, мы напрягаем малую ягодичную, которая нам очень важна для нормального функционирования спины и поясницы. Если это получается, добавляем руки. Мы делаем вдох. И руки до макушки вытянули. Выдох. Вдох. И поднимаемся, напрягая ягодичную, малую. Вдох. Растянули. Выдох. Вдох. Поднимаемся. Вот сейчас слушаем, что происходит в спине. Вдох. Руки поднимаем. Включается весь разгибатель спины от шеи до копчика. Вдох. 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 И вдох. Всё так же. Выдох. Вот если это уже получается ровная спина, да, чуть согнутые колени, мы не просто поднимаем руки, а за руки вытянули. Вытянули. Вы должны почувствовать вытяжение прям по бокам, от таза, да? Вдох и выдох. Еще два. Вдох. Выдох. Последний раз. Вдох. Чуть отдохнем. Мы делаем вдох и выдох. Выдох. Руки в потолок и дорожка. Вдох. Живот тянули. Выдох. Шагаем в штырье. Вдох и выдох. Жир напоминаю зафиксированной поясницей. Выдох. Копчик в потолок. Колени либо согнуты, либо нет. Шагаем. Вдох. Мне нужна ровная спина, да? И не обязательно идеально ровные колени. Последний раз. Также вдох. То есть понимаем, да? Из ровной спины и ровных коленей мы выбираем всегда ровную спину. Вниз. Вдох. Выдох. Копчик в потолок. Вдох. Вдох. И выдох. Шагаем обратно. Вдох. Настраиваемся опять на работу спины. Круглая. Вверх. И выдох. Готовы нахлон вниз. Вдох. Идем. Выдох. Еще раз так. Вдох. Руки вытянули. Выдох. Оставили. Вытянули. И острый локтик к тазу лопатки свели. Вдох. Вытянули. Обращаю внимание на шейный отдел. Во время упражнений вы не смотрите на инструктора и не смотрите перед собой. У вас шея продолжение позвоночника. Это очень важно. Макушка смотрит четко вперед. Вы не должны чувствовать никакого напряжения в шейно-воротниковой зоне. Вдох. Лопатки свели. Выдох. Последний раз. Вдох. Выдох. Будьте внимательны. Вытянули. И через низ выдох ладони друг к другу. Вытянули. И лопатки на выдохе. Как будто сверху над позвоночником стоителей. Да? Вдох. Вытянули. Ой. Еще раз. Все супер. Середину спины нагрузили. Ладони выше колен. Итак, мы готовим кисок добрых и злых. Готовы и добрая вдох. На выдох копчик пятком выдох. Вдох. Вспоминаем с наших занятий, кто ходит ко мне на групповые. У нас киска злая дольше, да? Кошка злая. То есть, что значит дольше? Мы не глубоко уходим в киску добрую. И акцент делаем на злую. То есть, когда копчик пятка в последний раз. И оставили кошку злой. Выдох. Копчик максимально направили на пятки. И он там остается. Мы с тех пор его тянем. Да? Все суперкруглой спиной открылись. Молодцы. Руки вверх в потолок. Вдох. Плечи и лопатки вниз. Готовы роутал. Вдох. Уходим медленно в квартир. Шагаем четыре. Вдох. И выдох. Аккуратно через жим. Лицом в полотенце. Макушка точно вперед. Шея продолжение спины. Это очень важно. Негативных взглядов перед собой. Чтобы напрягать шейно-воротниковую зону не должно быть. Выключаем полностью шею. И тогда у нас не грузится весь воротник. Итак, собираем ноги. Нога должна быть длинная. Носок, колено. Все напряжено. И вы за носок как бы должны вытягивать ногу из таза. Такая же другая собранная. Дальше что? У нас таз должен ровно лежать на полу. И одинаково ровно быть прижатым. То есть никаких заворотов на какую-то сторону. Дальше таз должен находиться точно под лопатками. Не по диагонали как-то легли. То есть очень четко. Нужно как бы отсканировать положение тела прям по отделам, по частям на дорожке. Это очень важно. Готовы только правая нога вверх и вниз выдох. Мы разбирали на прошлом занятии. Когда ногу поднимаем, ни в коем разе не нужно закатывать таз на одну сторону. Вот я сейчас покажу, как неправильно. Да? То есть когда у вас таз отрывается. Таз прижат к полу. Таз ничего не происходит. Работает только нога. Вдох. То есть даже пальцы не пролезут. Осталось два. Вдох. Выдох. Последний. То же самое руки. Правая. Вверх. И выдох. Левая. Вдох. Здесь то же самое. Мы руку поднимаем, но у нас корпус, грудной отдел точно смотрит в пол. То есть мы не заваливаем бок, да? Ни в коем разе, чтобы не было перекоса в поясничном отделе. Если уже легко просто поднимать руку от пола, вы можете приотрывать грудь от пола тоже. Но опять же, как мы ее отрываем, чтобы плечи у нас смотрели одинаково ровно в дорожку, да? Без перекоса. Это очень важно. Еще вдох. Выдох. Последний раз. Отлично. Обе ноги приготовили. Одновременно вдох. И вниз. Выдох. Очень важно не сгибать ногу в коленном суставе. Еще два. Вдох. И вниз. Выдох. Последний раз. Вдох. Угу. Выдох. Осталось два. Это базовое упражнение. Мы его разбирали. Если оно получается, очень круто. И мы идем дальше. Делаем хвостик, пятки вместе, носки в рот. И вот представьте, что ногу, ноги как будто сшиваем в моноласту. То есть мы внутренней частью ноги подтянемся, тянемся одной ногой с другой, да? Сшить в моноласту. Абсолютно другие ощущения. Во-первых, в ногах чуть-чуть другие мышцы. Больше включается в работу внутренней бедро ягодицы. И интересно очень начинает работать тазовое дно. То есть все, что нам нужно. Готовы. Вверх. Вдох. И выдох. Не переживайте, что здесь амплитуда не такая высокая, как в предыдущем упражнении. Нам и не нужно, да, гимнастическую амплитуду. Нам важно заставить все мышцы работать, которые мы запланировали. Еще два. Вдох. И выдох. Последний раз. Будьте внимательны. Поднять от пола вдох. И широко, но сохранить положение стопы. Собрать пятки. И вниз выдох. Будьте внимательны. Поднять, как моноласту. Широко. И сразу найти ягодичную. Сшить моноласту. И опустить. И опустить. То есть четко вот это вот все нужно отследить во время упражнения. То есть не просто собрать ноги. Время склеить их. И еще раз. Вдох. И выдох. И вдох. Супер. Ноги оставляем. Нашли правую руку. Вверх. И вниз выдох. Мы с вами это учили. Вдох. Будьте внимательны. Правая рука. Вытянули. Вдох. И острый локоть к тазу. Как в начале урока. Мы делали, когда делали наклоны. Да? Левая. Поднять. И на выдохе локоть к тазу. А лопатку в этот момент как будто сверху на позвоночник уложить. Еще. Вдох. Ощущения в спине у вас должны быть точности такие, как и при наклоне из положения стоя мы делали. Последний раз. Вдох. И сейчас ответственный момент. Если вам тяжело будет поднимать обе руки от пола, значит мы делаем по одной. Обе руки. Вдох. И вниз выдох. Упражнение на самом деле сложное. Хоть оно и выглядит простым, оно требует подготовки именно с точки зрения мышц. Последний раз. Будьте внимательны. Также поднимите. Вдох. И острые локти к тазу, к голову опустили. Вдох. Вниз. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Очень важно в момент сведения лопаток опускать голову вниз. Последний. Вдох. Выдох. И вдох. Будьте внимательны. Руки и ноги. Вдох. Ноги в под. Выдох. Ноги широко. Локти свели. Вдох. Собрали. Выдох. Координационное упражнение сложное. Поэтому, если пока тяжело, мы делаем все по очереди. Да? Как начинали в начале урока. Давайте последний раз. Вдох. Выдох. И вдох. Все опустили. Молодцы. Ладони под плечи. Опоры на колени и пальцы. Ног. Голубь в гонку опустили вниз. Пол. Отжимание дугой. Очень важно. Зафиксировали поясницу, чтобы не было прогиба. Мы делаем вдох. И круглую спину надули. Выдох. Круглая спина. Вдох. Ладони под плечи. Колени под таз. Готовы. Киска добрая, злая. Макушка к копчику. Вдох. Выдох. Копчик на колени. Вдох. Выдох. Последних два. Выдох. Последний раз. Отлично. Остались кошки. Злой копчик на колени. Живот тянули. Дышим. Упражнение с положением. Столами. В чем здесь сложности? Ладони должны быть под плечи. Под плечевым суставом колена. И сустав должен быть под садом. И вот теперь основная сложность. Это поясничное дело. Он не должен у нас быть расслабленным и прогнутым. Но также он не должен быть круглым. То есть нужно найти ровное положение спины и мышцы пресса. При этом очень сильно втянуты то, о чем мы с вами говорили в начале. И вот теперь сложность. Все это мы зафиксировали. И находим левую ногу. Ее нужно как-то поднять, не меняя положение спины. Вниз. Еще. То есть это очень важно. Распространенные ошибки какие у нас? То, что вы заваливаетесь на опорное колено и разворачиваете так. Или допустим у вас одна рука больше выполняет нагрузки, чем другая. Нет. То есть вы должны фиксировать спину и распределить нагрузку, вес тела по таем точкам. Вдох. Выдох. Два раза. Вдох. Ягодицы в тонусе. И когда ногу вы вытягиваете, вы не даете прогибаться поясница. У нас цель вытянуть ногу из таза. Выдох. Последний. Вдох. Будьте внимательны. Вытянули ногу из таза. Вдох. Зафиксировали. Ягодицы в тонусе. Живот тянули. И еще одно упражнение. Тоже простое. Носом в пол. Локти точно в стороны. И аккуратно будет наклон. Мы делаем вдох. И открылись. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Последний. Будьте внимательны. Мы делаем вдох. И на выдох колено к груди. Копчик на колени. То есть прям сильно-сильно как в ракушку. Закрутились и живот тянули. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Последний раз. Хорошо. Снова ладони под плечи. Колени под таз. Мы готовим другую ногу. Для этого проверим опять нашу поясницу. Она должна быть ровная. А животных тянули за пупок позвоночника. Это очень важно. Все. Готовим правую ногу. И уже мысленно распределяем нагрузку тела по трём точкам. Не заваливаясь ни на одну сторону. Работаем. Вдох. И вниз. Выдох. Напоминаю. За ногу вытянули. Без прогибов поясницы. Вытянули. Выдох. Еще. Вдох. Два раза осталось. Вдох. На занятиях, конечно, мы делаем чуть больше. Но у нас цель разобрать технику выполнения. Вытянули ногу за носок. Зафиксировали. У вас вся нога как струна. Живот тянут. И опять разворачиваем руки. Делаем по солапой ладони. Вдох. И на выдох поднимаемся. Вдох. Смотрите, у нас цель упражнения. Конечно, включаются в работу грудные. Обратите внимание на ногу. То есть получается как детская качелька. У вас нога не болтается. Если нос в пол, то нога идет вверх. За счет того, что она зафиксирована. Будьте внимательно растягиваем поясничный. И вот сейчас колено, груди и копчик в пол. Выдох еще больше. За два раза. Ой, последний. Молодцы. Мы делаем вдох. И снова вспоминаем киску добрую, злую. Положение стола. Акцент на злую кошку, как обычно. Мы делаем вдох. И на выдох долго копчик на колени. Вдох. Выдох. Последние два. Последний раз. Остались копчиком на колени. Дышим. Мы делаем вдох. И выдох. Круглой спиной открылись. Разправили плечи. У нас упражнение дощечка. Чуть-чуть заправлю, чтобы вам показать, чтобы было видно. Что значит дощечка? Это значит ровная доска от колена до плеча. То есть мы таз максимально вперед. Живот тянули. Плечи, лопатки собрали. Увели назад. То есть ни в коем разе копчиком мы не тянемся назад. Максимально вперед. Мы делаем вдох. Руки перед собой. Плечи, лопатки свели. Вдох. Ягодицы в тонусе. И аккуратно вниз. Выдох. Вдох. Аккуратно вниз. Выдох. Вы чувствуете напряжение в передней поверхности бедра. Конечно, включается в работу еще и нижний пресс. А если вы не будете расслаблять плечи и лопатки, то вы очень хорошо почувствуете середину спины. Будьте внимательны. Чуть меняем. Вдох. И корни лицом за локтем. Смотрите. Вдох. Локоть на уровне плеча. Это важно. Вдох. На уровне плеча. Если пока тяжело делать это упражнение, то тогда делаем обычную защечку. Вдох. Выдох. Последний раз. Молодцы. Закончили. Вдох. И круглая спина. Надули. Выдох. Обнимаемся. Широко. Вдох. И снова. Руки в потолок. Вытянули себя. И надули. Отдаст вперед. Обнимаемся. Широко. Вдох. И ладони в пол. В замок. И сейчас вот этот замок нужно потянуть вниз. А подбородок мы опускаем на грудь. Для чего? Чтобы почувствовать растяжение воротниковой зоны. Да? Снять напряжение, если оно у нас накопилось. Готовы носиками. Шумный вдох. И шумный выдох. Еще раз. И шумный выдох. Молодцы. Мы меняем положение тела. Садимся на седалищные кости. Так. Это самое простое положение тела для рулап. То есть более сложное, когда у нас ноги ровные. И в положении костя по пятке вместе нас не брось. Мы берем с вами самое простое. Но здесь тоже есть нюансы. Я объясняла уже на прошлом занятии. Стопы точно в пол. Колени точно в потолок. Живот тянули. Грудью вверх в потолок. Плечи лопатки убрали. Руки перед собой. Вдох. И круглой спиной выдох. Копчик смотрит на колени. То есть максимально круглая стена. Вы как будто укладываете на гостец. Сад. Нет. Готовы. Вдох. И вниз. Еще раз. Вдох. Длинный выдох. Через рот живот тянули. Вдох. И выдох. Последний вдох. Будьте внимательны. Мы делаем вдох. Вытянули себя в потолок. Выдох. И еще раз. Выдох. Будьте внимательны. Вдох. И через низ. Выдох. Глазами за пальцы. Опять косые мышцы. Мы уже брали их сегодня. Смотрите. Вдох. Ровная спина. Ровная поясница. Ровная поясница. Живот тянут. Что мы делаем? Мы округляем спину. Аккуратно поясницы. Пол. А в этот момент рука. Снизу. И до уровня плеча. И выше. То есть полукрупная чертина. То есть не оставляйте ее внизу. Оставляйте работать плечо. Давайте вместе еще раз. Вдох. И выдох. И вдох. И выдох. И вдох. И выдох. Еще фишка. Вы когда делаете вдох. Руки максимально. Пробуем увести. За уровень плеча. Что нам это дает? Мы сразу начинаем чувствовать. Всю середину спины. И не только середину. Вы низ пояснице. Это важно. То есть это собирает. Нагрузка здесь получается. Не длительная. Но она идет постоянная. То есть секунды за секунды. Мы укрепляем. Ваш позвоночник. Всей вот этой мелочью. Всей мышцами стабилизатором. Поэтому когда вы делаете вдох. Акцентируйтесь на том. Что у вас должны быть сильные руки. Тянутые живот. И ровная спина. Не быстренько. От испугой сделали. Лишь бы сделать. Я еще раз говорю. Что я призываю к тому. Делать меньше. Количество раз. Но делать их очень круто. И очень качественно. И самое главное. Осознанно. То есть какие мышцы работают. Они работают правильно. Я слушаю обратную связь от организма. Больно мне. Или не больно мне. Да. А не с целью сделать кое-как. Успеть группы. Сделать много. Нет. Это вообще не наш подход. Меняется просто даже отношение. Когда начинается заниматься делаться. Отношения к нагрузке. Любите свое тело. Любите себя. В конце концов. Кем. Давайте еще раз. Вдох. Чистенько делаем. Красиво. Выдох. Последний раз. Выдох. Супер. Мы делаем вдох. Ноги вытянули. Желательно пятки вместе. Носки. Вроси. Опять сшиваем ноги в моноласту. У нас будет ныру. Круглой спиной. Вдох. И вот сейчас. Руки сначала. А потом уже. Глова. Вдох. И выдох. Еще. Вдох. И выдох. Мы носом чертим. От таза мысленно до ладыши. Что у нас работает? Это упражнение не направлено на растяжение задней поверхности бедра. Да. Так как это наклон. Растяжение может быть. Да. Поспутно. Но основная наша цель это мышцы спины. То есть круглая спина. Вы ее растянули. Грудной отдел. Вдох. И вот сейчас начинает работать спина. Когда вы поднимаете руки. Включилась вся середина. А потом поясничный отдел. Вот ради этого мы делаем это упражнение. Растянули. Собрали. Растянули. Собрали. Это то о чем мы говорили буквально 2 минуты назад. По длительности напряжения мышц не большое. Но суммарно за урок получается много. Именно поэтому пилатский мог начинать сниматься. Люди не подготовлены. И люди у которых уже есть проблемы с стеной. И организм им сигнализирует болью. В каком-то отделе позвоночника. Итак. Готовы 4 раза чистенько. Собрали ноги в моноласту. Живот тянули. Круглая спина. Вдох. Живот не расслабляем. И вынырнули руками. Еще раз. Вдох. Выдох. И последний раз. Супер. Мы делаем вдох. Снова стопы. Пол коленев потолок. Если мы пока не можем делать рулапа. На самом деле рулап раньше, чем через 3 месяца. Пока вы не освоили вот эти перекаты. Лучше даже не делать. Да. Почему? Потому что рулап важно делать без остановки дыхания. Раз. И без пинка. То есть, что я называю пинком. Встановка дыхания. Все понятно. Да. То есть, аккуратно мы делаем вдох. Позвонок за позвонком. И выдох. Никакого остановки дыхания. Никакой. Итак, про пинок. Вдох. Как правило, вот здесь вот начинается уже работа. Подняться мы не можем. И распространенная ошибка. Вдох. Задержали дыхание. И с последних сил подняли. Вот этого делать вообще категорически нельзя. Не с точки зрения. Не только с точки зрения работы с позвоночником. Вообще можно вести себе травму в этом положении. Особенно если у вас уже есть какие-то болевые сигналы от спины. Поэтому если мы не можем делать без остановки дыхания и без подпинывания, не надо делать. То есть, мы делаем вот эти перекаты. Если уже получается, значит, начинаем делать. Очень круто. То есть, нужно время от времени пробовать. То есть, знаете, как такие срезовые точки. То есть, и так я могу или не могу? Так, нет, пока не могу. Окей. Значит, я тренируюсь дальше еще чуть-чуть на перекаты. Смог? Классно. Делаю два-три. В следующий раз делаю больше. У кого получается делать рулап? Еще раз объясняемся. Вдох. И выдох. Можно себе помочь. Вдох. За ноги. И выдох. Выросли в потолок. Вдох. И выдох. Последний самый. Вдох. И выдох. Аккуратно укладываемся в пол. Положение лежа. Положение лежа мы тоже с вами проходили. Копчик на колени. Живот втянули. И приснили. Бэм. Жали в пол. Бэм. Жали. Возьмем сегодня внутренний бедро. Чуть-чуть косые. Готовы руки на уровень груди. Ладонями в пол. Это важно. Руки здесь должны быть жесткие. И полностью увлечены мышечной работой. Это что значит? Это значит мы руками прям вшили себя в пол. То есть мы хотим как бы каждую клеточку прилепить, пришить к полу. Что нам это дает? То есть когда мы совершаем эту работу мышечную, то есть у нас все мышцы в работу включены. Мы делаем вдох. Правую ногу вверх в потолок. Левое колено вверх в потолок. Таз поезжали к полу. Аккуратно пяткой в пол. Вдох. И через сторону круг. Выдох. А левое колено смотрит в потолок. И ни в коем разе не раскачивается в разные стороны. Вдох. Еще два. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Два раза. Руками также плотно к полу. Последний. Молодцы. Мы делаем вдох. Меняем ногу вверх в потолок. Копчик на колени. Живот. Тянули поясницу. Вжали в пол. Пяткой вниз. Вдох. Через сторону. Выдох. Следим за коленом. Колено не шатается в стороны. Это очень важно. Лучше круг. Делайте небольшой ногой. Что мы чувствуем в этот момент? У нас работает сильно нижний пресс. У нас включается в работу тазовое дно. У нас работает внутренний бедро. У нас работают мышцы стабилизатора корсета. То есть куча-куча всего на простом упражнении. Но сделано верно. Это очень важно. Вдох. Выдох. Последний раз. Супер. Мы делаем вдох. Отрываем по одной ноге стопы от пола. И вот сейчас очень важно колени убираем от себя. Насколько убираем? Колени должны уйти за уровень пупка. Это очень важно. Но поясница должна остаться на полу. То есть вот таких прогибов ни в коем разе быть не должно. Можно травмировать поясницу. Или в конце ее нагрузить. В конце концов. То есть нам нужно что? Поезжали поясницу. И увели колени за уровень пупка. Что нам это дает? У нас включается в работу нижний пресс и тазовое дно. Если у вас колени за уровнем пупка груди, у вас ничего не будет работать в плане пресса. Это очень важно. Мы делаем вдох. Угол 90 или более тупой. Ладони все точно так же к полу. Вдох. И аккуратно в сторону выдох. Вдох. Вдох. Упражнение не затейливое. Но на самом деле по исполнению достаточно сложно. В чем сложности? У нас ладони, плечи и лопатки не должны оторваться от пола. Вдох. И выдох. Что у нас работает? Да, работают косые. Да, работают мышцы кора. Да, тазовое дно. Вдох. Вытянули. Выдох. Вдох. Выдох. Если тяжело вытягивать ноги, не вытягиваем и продолжаем работать именно с коленями. Последние два. Выдох. Последний раз. Супер. Молодцы. Остались в этом положении. Ноги также полусогнуты. Если позволяет заднее бедро, его готовность и растянутость, значит у нас ноги длинные, пятки вместе, носки брось. И снова мышевая моноласта. Это мы вообще никогда не забываем. У нас будет штопа влево. Вдох. Живот тянули. И выдох. Право. Вдох. Какие нюансы в упражнении? У вас также руки в пол. Плечи лопатки приезжали в пол. И не отрываем их от пола. Бесницы прогиба нет. Еще вдох. Дыхание не держим. Выдох. Последний. Супер. Мы делаем вдох. Почено. Скрестили лодыжки. Колени широко. Попчик вверх. Потолок отдыхаем. Поясница у нас расслабляется, растягивается. Идем. Идем. Мы делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отдохнули. Стопы снова в потолок. Попчик подвернули на колени. У нас будет плечевой мост. Упражнение вам встречалось. Однозначно на аэробике. Но есть нюансы при выполнении его в системе пилатес. Мы делаем вдох. Копчик подворачиваем колени сразу. И что нам это дает? Поясница вжата в пол. А вот ягодицы с пола поднимаются. Зачем мы это делаем? Мы в этот момент напрягаем мышцы ягодиц. Они у нас уже в работе. И самое главное. Наша поясница не страдает сейчас. Потому что она в круглом положении. Вот это положение нужно зафиксировать. И оставить его вообще до конца. До самого выполнения. Мы делаем вдох. Плечи лопатки прижали к полу. Как будто хотим оттолкнуться от пола. Это очень важно. И вот сейчас вдох. Позвонок за позвонком. И максимально выдох. Вдох. Не раскручивая копчик до поясницы. То есть у нас копчик всегда подвернут к коленям. Ягодицы не расслабляются. И поясница всегда круглая. Еще вдох. Основную ошибку это положение поясницы мы разобрали. Какая у нас еще может быть ошибка? Это дрожащие колени. Смотрите. Вдох. Подняли. И вот они зашатались. То есть вы даже можете не обращать внимания, как они начинают дергаться. Почему они дергаются? Потому что мышцам тяжело. Каждый раз, когда они меняют положение тела, колени, какие-то мышечные волоксы расслабляются. Что делает организм? Он с вами играет. Он ищет так, как ему удобнее и легче. Да? Повычнее может быть. Вдох. Также опускаем до поясницы. Еще раз себя слушаем. Вдох. И выдох. И вниз. Вдох. И выдох. Последний самый. Вдох. И выдох. И вниз. Вдох. И молодцы. Отдыхаем. Отдыхаем. Руки оставляем в том же положении. Мы будем готовиться к ролл-оверу. Ролл-оверу упражнение сложное, но есть подготовительное. Живот втянули. Начинаем именно с коленей. Вдох. И на себя выдох руками помогайте. Вдох. И выдох. Галочка. Вдох. Живот втянули. Выдох через рот. И вдох. Помогайте руками. Прямо отталкивайтесь от пола. Мне важно, чтобы вы научились совершать вот этот переход, чтобы идти в ролл-овер. Пока мы вот это не можем делать свободно, никаких ролл-оверов. Почему? То есть мне опять же не нужно здесь вот этот вот спинка, когда ушли ноги назад, потому что можно травмироваться. Травмировать можно не только поясничность, но грудной и самое важное шейный. Если вы делаете все правильно в ролл-овере, вашейное отдело растягивайте. Но если вы это делаете спинком и с задержкой дыхания, ничего хорошего не выйдет. Да, последний раз. Мы делаем вдох. И вот сейчас, кто уже умеет делать ролл-овер, поднимается через ролл-овер. Кто еще не умеет, мы берем любое колено и через круглую спину идем. Круглый наклон. Что такое круглый наклон? Это когда круглая поясница и круглый грудной. Наша цель расслабить спину. Не растянуть заднюю поверхность бедра, да? Когда мы растягиваем заднюю поверхность, у нас ровная спина, мы тянемся в круглую лодыжку. Но это стретч или это смежный урок с пилатцевым целью, когда пилатцев стретч. А в обычном классическом пилатце что мы хотим? Мы хотим расслабить спину. Мы ее напрягали, напрягали, а сейчас мы ее просто расслабили. Если хочется потянуться, опять же, на выдохе. Повторюсь, мы об этом тоже с вами говорили. На выдохе аккуратно можно тянуться. Почему на выдохе? То есть не на задержке дыхания, а именно когда вы выдыхаете долго, длительно, вы тянете. Как только выдох закончился, вы останавливаете амплитуду, делаете вдох и на выдохе опять же. Во-первых, это правильно с точки зрения растяжки. Во-вторых, это правильно с точки зрения мышц. Даже не то, что методики, а именно ощущения мышц. То есть вы не нанесете себе в этом случае травмы. Вы аккуратно будете растягивать без дерганий, да, и это более правильно. У нас с вами последнее упражнение на сегодня – это мяч. Мяч-упражнение классное. Я очень его советую делать, потому что оно очень хорошо поправляет позвонки именно на то место, на котором они должны стоять. То есть бывают какие-то небольшие смещения, да, или мышцы там где-то чуть-чуть подсводят. Вот оно очень хорошо правит. Конечно, не в момент обоссоения, а когда вы чувствуете небольшой дискомфорт, так скажем. Если выполняете это в домашних условиях, можно его выполнять каждый день до упражнения. Обязательно выполнять его на жесткой поверхности, то есть это либо покрывается, либо ковырит, но ни в коем разе это не диван. Вот, то есть чтобы не было перекатов. Почему? Потому что у нас цель четко прокатить по позвоночнику, да, не бока помять, а вот диван он этому как раз способствует. Даже если там архитетические матрасы, это вообще не спасет. Почему не совсем на голом полу? Потому что в этом положении у нас позвонки, они подходят близко к коже и просто есть вероятность, что можно просто подрать себе спину, да, заживать она будет достаточно долго. Итак, мы делаем вдох, готовимся. Плечи, лопатки вниз, спина ровная, скрестили лодыжки на лист уже, вот эти ноги. Вот первый этап, он вообще очень важный. Я объясню сейчас почему. Подкручиваем копчик на пятки, уже подкрутили, то есть мы уже готовы крестец положить на пол. И только когда подкрутили, вы идете в нога и возвращаетесь выдох. Еще раз. Подкрутили, вдох. И возвращаетесь в ровную спину, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. Почему? То есть я сейчас готовлюсь долго, потому что вам показываю. Вы не так готовитесь долго, да, как пантера перед прыжком. Вы сразу подвернули и идете в нога. Для чего мы это делаем? Почему это нужно сделать? Важно прокатить позвоночник от корица к шейному отделу. Прямо от корица. Если у вас вот здесь ровный отдел, то есть вы его не подкрутили, вы прокат начнете с грудного, да, фактически не промяк поясничный. А нам что нужно сделать? Продвинуть все позвонки вверх, вот сюда, чтобы они встали на свое место. Если поясничный отдел у нас еще не гибкий, это абсолютно нормально, это не аномалия, это просто вы пока не можете им управлять, потому что нет того массива мышц, раз, и нет связи мышц с нервной системой. Такое тоже есть, да. Это все нарабатывается 3-6 максимум в год, 3-6 месяцев максимум в год. Но, даже если, повторюсь, не получается пока округлять поясничный отдел, мы об этом думаем и мы стараемся. Да? Итак, мы делаем вдох. Намячики закончили, макушечкой вверх потолок. Подбородок опустили на обруху. Плечи лопатки убрали вниз. Обязательно ровная спина. Руками потянули себя в потолок. Вдох. И круглой спиной копчик на пятки. Обнимаемся. Вдох. И снова круглой спиной. Вверх вдох. Вытянули. Выдох. Обнимаемся. Широко вдох. И готово за левой рукой. Выдох. Подтянули себя вверх в потолок. Вытянули. БМ из таза в лоб. Еще вдох. И выдох. Руки стоительность. Вдох. Круглая спина. Выдох. Обнимаемся. Широко вдох. Вдох. И меняем. Выдох. Подтянули себя из таза вверх в потолок. Мы делаем вдох. И выдох. Руки стоительность. Вдох. И тихо. Выдох. И подтянулись. Вдох. И сбросили. Все молодцы. Я желаю вам хорошего дня. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok